Ну что ж, всем привет, с вами вновь DJPP Online И перед этим, как мы начнём обзор программы Mixing K6 Хочу прорекламировать жидкость для дыма машин Fogger Очень хорошая жидкость для клубов, дискотек, ресторанов, развлекательных центров А также, естественно, киноиндустрии То есть, дым экологически чистый Имеет слегка сладковатый вкус Сладковатый такой, керпкий вкус Ну, это мне так кажется На самом деле, дым очень хороший, очень классный Хорошо работает, хорошо дымит Он не такой плотный, как у многих других конкурентов Ссылочку я дам в описании, где вы можете будете пройти по ней и ознакомиться Это будет, естественно, группа ВКонтакте Там вы можете всё подробно изучить и заказать Если будут какие-то вопросы, вы можете будете обратиться ко мне Либо же к другим контактам, которые указаны в той группе Ещё раз повторюсь, ссылку я дам ниже в описании Заходите, не стесняйтесь, товар есть в наличии Заказывайте и используйте его по своему назначению А вот, естественно, не употреблять его внутрь Так как он для дым-машин всё-таки Поэтому, вот И хочу заметить, что он состоит по большей части из воды И там другие немного есть ещё компоненты Вот, ну, не столь это важно Вот, пройдёте, почитайте Ну, давайте приступим Итак, сегодня мы обозреваем программу Mixing K6 Как вы помните, я уже делал обзор на программу Mashup от этих же разработчиков Остался и очень доволен Вот, также сегодня разберём программу Mixing K6 Пробежимся по ней Не так и, чтобы сказать, и быстро Но, в принципе, так пробежимся Потому что особо заострять внимание на ней нет Это не программа Traktor Pro, где уйма, куча настроек А вот Программа имеет место быть Хочу сразу предупредить вас, что Программа работает при подключении только к интернету Всё тесно связано с их серверами Бесплатную программу вы вряд ли найдёте Её только покупать, только И всё И работать с ней Всё, что делает эта программа Это вообще просто бомба, ребята Она настолько классно определяет тональность Если сравнить с той же программой KeyFinder То она в подметке не годится Я KeyFinder удалил и выбросил нафиг из своей головы Вот, она Программа Mixing K6 Настолько точно определяет тональность Ну, практически на 100% Ну, там какие-то 1-2% Вот, но это не столь же важно Вот, она определяет всё очень здорово и классно Так, давайте приступим Это мы видим первую вкладку Где у нас происходит всё действие Также здесь мы можем импортировать файлы из iTunes Также добавить их просто файлы Либо добавить папку с вашими треками Вот, с обширной коллекцией ваших треков Вот, у меня их очень много Но как-то я случайно удалил программу И у меня все треки Значения все ушли И пришлось всё по-новому анализировать Но я не стал всё анализировать Так как тональность была уже прописанная Я проанализировал только свежие треки Вот, закинул сюда Хочу предупредить сразу Что здесь нет такого пункта Перезаписывать тональность уже с имеющейся тональностью Здесь такого пункта нет Как было в Keyfinder Здесь немножко всё по-другому Алгоритмы работают немножко по-другому Вот Вот, у меня есть треки уже Проанализированные Данной программой Вот, также есть плеер Мы можем это всё прослушать Выставляется такой график Разделён на сегменты и на тональность Мы видим, что у нас тональность есть И 2А, и 3А И 2А снова И снова 3А И снова 2А И снова 3А И конечный итог 2А Соответственно, он ставит Вперёд тональность 2А И дробь 3А То есть смешанная тональность Об этом я поговорим чуть позже Вот, то есть вы кидаете сюда трек И вот давайте закинем трек Немножко же долго загружается Так как ещё помимо этого Войдёт запись видео Вот мы видим, загружается трек В данном случае у нас полностью Он в тональность 4А Что есть хорошо Вот Также это разделено на сегменты То есть на сегменты энергии Также здесь есть колоночка энергии Очень классная штука То есть если же у вас энергия показывает значение 1 То есть у вас трек не более такой спокойный Не такой энергичный Если же у вас энергия, допустим, в районе 7, 8, 9 То трек более уже такой энергичный Насыщенный, драйвовый То есть вы можете его свести уже с другим более динамичным треком А вот Здесь есть имя Артист Тональность Энергия Темп Определение композиции Статус Завершения Анализа Вот так же здесь имеется пианино Имеются минорные ноты Мажорные ноты Вот Также громкость Пианино такое Вы можете ознакомиться с этим Вот И многие задавались вопросом Что же означает ключ Тональность Синяя тональность То есть видите ключ Синий и черный Многие думали, что он просто перезаписывает Тональность Если же у нас Были треки проанализированы в тональности Были проанализированы, точнее, программой Keyfinder То есть эту тональность он просто перезаписывал Это неправильно, дорогие друзья Синяя тональность означает то, что нужно исправить трек Улучшить его качество звучания В программе Platinum Notes Она у них тоже есть От этих же разработчиков Программа Platinum Notes Я об ней уже упоминал Предыдущих видео Вот То есть Он Видите Ставит синие ключи И говорит о том, что вам нужно Улучшить качество трека При помощи программы Platinum Notes Вот Давайте перейдем в следующую вкладку Вкладка Вашей коллекции Браузер вашей коллекции Здесь Отображаются все ваши треки То есть Если я закрою программу То данный вот этот список Очистится полностью Вы сможете по новой загрузить сюда треки Вот Но если же у вас будут треки здесь Все отображаться То есть он эти треки не будет уже анализировать Так как они у вас будут в общей коллекции Здесь И они уже анализироваться Соответственно не будут Если же трека нет в коллекции То соответственно он его будет анализировать Вот Здесь также Вы видим Ту же прослушку Вот трека Также пианино есть Также мы можем перейти в программу MeshUp Сразу же Чтобы начать делать MeshUp Вот здесь есть колесо Камелота Вы нажимаете на одно из значений Допустим Давайте 7А Он мне покажет все треки Которые есть в тональности 7А Также 8А Мы можем посмотреть Все треки Которые есть в тональности 2А 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 Он показывает треки Которые силы смело Можете их загружать в программу MeshUp И сделать крутой MeshUp Давайте перейдем в тональности 2А Как я уже объяснял Вот видите Есть значения тональности 2А и 3А Вот я этот трек уже загружал Давайте Еще раз загружу Вы видите То что он впервые поставил Тональность 2А Так как у нас в начале тональность 2А И в конце тональность 2А Чтобы свести более гармонично Вот Также Теки энергии есть И об этом я уже упомянул Вот Давайте Далее перейдем Настройки Так Первая вкладка Это небольшие мануальчики По программам Как пользоваться программой То есть Как пользоваться В Ableton Live Также В iTunes В Pionero Rekordbox Sirata Ну и Tractor Pro Такие говорю Небольшие мануальчики Как пользоваться Вот Вы можете все это Почитать и ознакомиться Далее Вкладка Обновление тегов Здесь все оставляем по умолчанию Советую Будет записывать Только тональность Либо Тональность И BPM Либо Как я повторюсь уже Тональность И энергию Также здесь Ну и это все касаемо тегов Вот Здесь вы можете разобраться Все элементарно Просто Нижняя вкладка Здесь все поставлено По умолчанию Так как должно стоять Есть Также вы можете поставить Галочку напротив Обновления тегов То есть Обновление BPM Обновление темпа Скорости треков Вот То есть Если вы поставите Эту галочку То Он у вас будет записывать Точнее Будет перезаписывать Темп Который определила Программа Mixing Key Вот Но Если же вы зайдете Снова в программу Tractor Pro И у вас будет Абсолютно Другой BPM Соответственно Вам по новой Придется проанализировать Все ваши треки Что они есть хорошо Вот Поэтому галочка Здесь не стоит Я доверяю программе Tractor Pro Так как она более точно Так как она Ну не более точно В принципе Хорошо справляется С этой задачей Также и Mixing Key Хорошо справляется С этой задачей Просто я галочку не ставлю Дабы В дальнейшем По новой Не анализировать Все треки Вот Оставляем все По умолчанию Далее Очень щепетильная Вкладка Не переименовывать Файлы Потому что Если же вы Поставите в мишки Переименовывать Файлы То есть В начале Файла Вам будет Выставлять Тональность То есть Соответственно Вам по новой Все же Придется Переанализировать Все ваши треки В той или иной Программе Так как Большинство Программ Очень чувствительны К регистров Файлов То есть Если Файл Будет уже Переименован То есть Программам Придется По новой Анализировать Данные файлы Поэтому Здесь По умолчанию Отключена Эта функция И советую Это не включать Ни в коем случае И в противном случае Еще раз повторюсь Вам придется Все ваши файлы По новой Анализировать И это На это Уйма Времени Вот То есть Я думаю Здесь все понятно Далее Кладка Ключа Здесь мы можем Выбрать Что будет записываться Какой ключ Либо Ключ камелота Самый Удобный И с ним Более удобно Работать Либо же Открытые Ключи Flat sharps То есть Мы видим Либо будет У вас Камелот Он записывается Либо Обычными Ключами Удобнее Все же Оставлять Значения По камелоту Далее Следующая Вкладка Вкладка Темпа То есть Здесь тоже Стоит все По умолчанию Все настроено Очень хорошо Здесь Записывать Темп Ровным числом То есть 128 Либо же Если вас Это не устраивает Он будет записывать Как 128 И 1 Или же 128 И 14 Примерчики Приведены Вот Здесь Лучше Оставлять Так как Есть Также Вы можете Выбрать Своё Значение BPM От минимального К максимальному Здесь Вы можете Сами Указать Как вам Угодно В программе Трактор Про Такого Нет Там Есть Несколько Только Пунктов То есть В ручном Режиме Вы не можете Выставлять Здесь Поставлено Значение Более Приемлемое Для большинства Треков Оно Более Приемлемое Вот То есть Значение 79 192 А вот Ну так как Я не пользуюсь Здесь Определением BPM Соответственно Мне Это не нужно Но В принципе Здесь все Стоит хорошо Настроено По умолчанию Далее Касаемо Аудиоплеера Либо у вас будут Треки прослушиваться В этом плеере Либо же Сторонним Который у вас Уставлен на вашем Компьютере Будь то Это iTunes Или Иглос Медиаплеер А вот Также здесь Все вкладки Оставлены По умолчанию Все стоит Как есть Как и должно быть Ничего трогать Дорогие друзья Здесь не нужно И объяснять Здесь смысла Ничего нет Все оставляйте По умолчанию Так как есть Далее Последняя вкладка То есть Здесь все понятно Это вкладка Тегов То есть Вкладка Вот этих Столбиков Имя Артист Кей Энергия Темп Статус проверки Трека А вот Я думаю Здесь Вот Здесь все Галочки стоят Все В принципе Здесь тоже Все остается По умолчанию Вот Вот в принципе Это и все Что хотелось бы сказать Об этой Очень классной Программе Дорогие друзья Поверьте мне Когда вы купите Эту программу И начнете анализировать Треки И начнете гармонично Вы поймете Что эта программа На сегодняшний день Одна из лучших BPM Line Вам советуют Воспользоваться данной программой BPM Line Рекомендует И советует вам Купить Не просите Не дам А вот Советую вам купить В принципе Всего стоит 58 баксов Не так уж и дорого А вот Ну и Давайте уж Последнюю вкладку Затронем Здесь Подробный анализ О том Как работать С колесом Камилота Здесь такой Мануал Как с ним Работать Но я об этом Уже рассказывал В предыдущих видео На моем канале Вы можете найти видео И посмотреть Как работать С колесом Камилота Ну что ж Вот такой обзор Данной программы Завтра Обозреем программу Flow DJ Software И еще одна программа От MixingK Для диджеев Очень тоже Реально таки Классная программа Мне она понравилась У меня уже есть Здесь превью Что за программа И с чем И уйдет Завтра мы с ней Поближе Познакомимся Ну что ж Всем любви Добра И позитива Подписывайтесь На мой канал Ставьте пальчик Вверх Субтитры сделал DimaTorzok